Да, приветствую, Артур, привет, дорогой, привет. Привет, привет, Хатай, привет. Какой интерес возник у всех. Такой интерес, они все хотят посмотреть, что ты скажешь по поводу, как ты сам лично применяешь, и что ты скажешь по поводу того, как ты кому-то показал, там ты мне говорил как-то в прошлый раз, и что у них при этом происходит, при этой синхрогимнастике и приключивающей в своем арху. А перед этим я хотел пару слов сказать. Дело в том, что все на изоляции, вот они посмотрят сейчас, и они увидят, во-первых, что можно и дробно делать по секундам для самых ленивых или для самых пожилых, и что происходит накопительный синхрогический эффект аккумулятивный, если несколько раз дробно делать, как дробное питание, это во-первых. Во-вторых, когда человек находит свой прием, например, лыжники, начал делать лыжника, а ему не хочется оттуда выходить, или он начал косить траву, как косит такой прием, или там, допустим, шалтай-балтай, ему не хочется выходить. Ну, по полминутки, если он проверяет разные приемы, там, плавание, там, дирижирование, по полминутки проверяет. Вот сам поиск перебора этих вариантов по полминутки тренирует поисковую и творческую активность мозга и развивает творческое мышление, в ходе того, что люди научаются делать изобретения, открывают новые спящие способности и так далее. Вот сам процесс этого перебора. А сейчас я перехожу именно с вопросом к тебе. Как ты это делаешь? Давай. Ну, вот я сейчас только прибежал, наверное, минут 20 назад, немножко так вот подустал, подустал. Не села, а вот сам пилот сознания подустал. И вот я решил сделать такое упражнение, я сейчас покажу. Вот, буквально мне на это ушло, наверное, 3-5 минут. И я вот сейчас вот сижу, да, и я вот чувствую такое ощущение, как будто я вот проснулся. Вот я спал где-то вот когда днем спишь, там 20-30 минут, вот такое прям вот здесь хорошее самочувствие. Вот на... Я сейчас все покажу. Давай. Я специально возле стены встану, покажу осанку. То есть здесь можно выполнять упражнение произвольно. То есть, вот я сейчас расслабляюсь. Расслабился. Начинаю делать вдохи. И поднимать руки. То есть механически поднимаешь, или ты левитацию задаешь, вот как... Механически. Просто механически очень медленно, да? Да, за счет дыхания мембраны поднимаю грудную клетку, и так вот поднимаю плечи. То есть... То есть ты синхронизацию создаешь. То есть ты за счет вот этого и одновременного подъема создаешь согласованность психических и физиологических процессов. Да, вот как интересно, да? Да, и вот в ритме дыхания как бы они колеблются, да? То есть вверх-вниз идут. А походу ты еще и головой вот так поделал, шейную и грудную развязку сделал, да? Шейную немножко раскипочешь. Так. О чем ты думаешь в этот момент? А, ну так ты дышишь, дышишь. Подожди, я не буду мешать. Пускай все посмотрим. Аж мурашки побежали. Во-во-во, и немножко. То есть ты по ощущениям организма делаешь то, что тебе нравится. Мурашки побежали и очень хорошо. Да, и делаешь полухлез такой, да? Энергия, энергия пошла. Да, да, и хлест пошел. Вот, синхро-гимнастика, да, 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 да. И лыжник пошел, так. Следующее упражнение. Медленно, Артур, делает медленно, да, медленно, да. И вот что чувствует, то и потом добавляет. Мурашки идут. И вот такое ощущение, вот когда перед подходом разогреваешься и идешь уже вот к первому подходу на разогрев. Вот такое состояние прям начинает иголочками прям тело колосьте. Такой аккуратно начинает. Перед подходом к штанге ты имеешь в виду, да, к штанге? Что, во-первых, ты слышишь свое тело, ты слышишь себя. И вот когда ты делаешь медленные эти движения, что при этом тебе хочется, ты в этот момент и сделаешь, добавляешь. Вот-вот-вот-вот синхронизация. То есть еще вот такое чувство, вот, вот, хорошо у меня, хорошо, вот прям хорошо. А, то есть приобретение. У каждого биомеханика, если, допустим, следующее упражнение я покажу. То есть такой, ну, я назову его легкий-легкий сед. Легкий сед. Ты громче говори, потому что там, пожалуйста, громче говори, потому что там... Легкий сед, легкий сед, на мягких скоростях, легкий сед. Я специально подошел к стене, потому что здесь нужна вот точка опоры. То есть приподнимаем грудь. Поднимаем руки, закрываем глаза и начинаем медленно опускаться. Задерживаем дыхание, делаем вдох и начинаем подниматься. И постепенно выдыхаем. Медленно, 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 медленно. Мышцы квадрицепсов хорошо работают. И выпрямляем. И снова вдох. И выдыхаем. Потихонечку так и делаем. Ты вдох делаешь всегда через нос? А здесь уже или через нос, или через рот, в принципе, можно дробно это делать. Как-то вот кому удобно. Не у всех как бы или через рот, или через нос. Можно дробно, можно... Но лучше и так, и так. Лучше и так, и так делаем. По ходу, Артур, по ходу. Ты когда штангу поднимаешь, ты в этот момент выдыхаешь или вдыхаешь? Вот это важнейший вопрос. Когда усилия делаешь максимально, ты выдыхаешь или вдыхаешь? То есть, я когда поднимаюсь, выдыхаю. Выдыхаешь. Это очень важно. Это очень важно. Поэтому... На вдохе. На вдохе. Вдох. И вниз. Во, выдыхаешь, да-да-да-да. Потом. Отлично, слушай, отлично. Я просто хочу еще одно заметить. Я тебе хочу спросить. Ведь ты делая вот эти все упражнения, вот ты начал с того, что я подустал, я откуда-то пробежал, быстро спешил и так далее. Подустал за это все время. И вот сел, и быстро привел себя в порядок, да? Но ты же уже заранее знал, что ты хочешь получить в результате этих упражнений. Ты же уже заранее знал. То есть, у тебя эта нота ля была, как на пианино, когда настраивают ноту ля. И талон был, да? То есть, ты знаешь, чего ты хочешь. А когда ты вот это все делаешь, это становится инструментом для достижения вот этого желаемого в результате состояния. Правильно, да? Да. То есть, у тебя есть сначала образ будущего. И у тебя есть теперь средства, то есть, инструмент, как это получить? Моделирую. Моделирую. Еду. Подъезжаю к дому. Уже моделирую. Так, я сейчас сделаю вот эти упражнения. То есть, я их уже знаю. И ты знаешь, зачем ты их делаешь? Я очень тяжело. Я захожу, вот прям, я не хочу. А я знаю, сейчас будет мне очень хорошо. Вот, 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 вот. То есть, у тебя есть опыт. У тебя есть опыт. Да. То есть, к этому прийти, вот, к желанию, вот, к этому. Вот, я вот устал, вот, 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 прям приходишь, вот, что-то вот не хочу. Но нужно это попробовать. Это нужно попробовать. Сконцентрировать свое внимание. Как опереться на стену и потренироваться, чуть-чуть опереться на пальцы и потренироваться, пройти вперед. Медленно. Теперь понятно, о чем ты вчера говорил насчет вот этих шагов. Насчет шагов. И так же вниз. Вот это очень хорошо концентрирует внимание на изучении упражнений. Так, так. К детям хочется, им нужна подвижность. Дети хотят, вот, им есть, им хотят подвижность. Есть для детей упражнения, но вот физкультура, я обратил внимание на занятиях, не дает вот такую желаемую технику сохранения энергии. Даже те же прыжки на месте. Или приседания. То есть, когда детцы приседают, у них спинка вот так согнута. И они вот так вот приседают. А здесь нужно обращать на это внимание. Вот для детей приседание, я считаю, это важная часть на уроке физкультуры. Нужно научить вдох сделать, как сначала. Ручки поставить. Сделать полуприсед. Головку вот так поднять. И вверх. И вверх. Занимался, занимался, но когда начал, я был удивлен. Но никто не умеет это, не мог делать. А сейчас все умеют. Причем легко. Слушай, самое интересное, мне сегодня Гретка, внучка моя, прислала Максика, правнука моего, в видео. А ему только год исполнился недавно. Они музыку включили, музыку включили. А Максик маленький, да? Он вообще на ногах трудно стоит. Он еле ходит. Он присаживается, говорит, ходит, ходит, потом раз, прислал. Что он делает? Они мне прислали. Он маленький, слушай, они музыку включили. А он там вот так делает, вот так делает. Сам под музыку вот так делает. Вот я смотрю, сихрогимнастику делает, слушай. Ну, потом вот так делает, потом вот так делает. Сам делает. Его никто этому не учил. Но это от природы происходит. Вот когда мы, уже будучи взрослыми, это делаем создательно, у нас открываются и гормональные там эти перестройки, и многие пожилые люди начинают омолаживаться. Вот это как бы, ну, такая вот интересная ситуация. Расскажи, пожалуйста, Артур, ты говорил, что ты кому-то показывал, как лыжника делать, и у него какая-то проблема была у пожилого человека, да? Что там? Да, вот мы, у него рак, вот давно он лыжится, уже много лет, и вот мы с ним начали упражнения лыжника делать. Ты чуть громче говори, ты меня извини, пожалуйста, просто это вот техника связи такая вот, да. И вот начали с ним упражнения лыжник делать, у него такая улыбка на лице стала. И он мне позвонил, говорит, слушай, Артур, мне так понравилось. Он сам закончил физкультурный университет, университутся в Советском Союзе. Вот он говорит, Артур, слушай, такое, говорит, простое упражнение, но, говорит, мне столько радости, говорит, удовольствие доставляет. Я говорю, я не сомневался, я говорю, легко, на самом деле легко. Ну, покажи, Артур, всем, как ты делаешь лыжник. То есть техника может быть без ног и с включением ногами. Поднимаем легко, свободно. Можем медленно. Делаем вдох. И выдох. Снова. А вдох через нос делаешь или через рот? Как ты делаешь? И через нос, и через рот одновременно. И через нос, и через рот. Это важно. Потому что врачи говорят, в принципе, да, я тоже как врач считаю, что если научить ребенка с детства дышать носом, то многие болезни к нему не прилипают. Потому что в носу даже, интересно, вот в этой носоглотке, реснички вот эти, слизистые носа, они колеблются даже в резонансе с колебанием ионосферы. Ну, настолько все взаимосвязано в природе. И нос специально предрасположен, чтобы он бактерицидными свойствами, он обладает там и многими, и пока воздух проходит через нос в носоглотку, он уже обеззараживается. Поэтому детей надо учить, чтобы они с детства носом дышали. Да, все верно. А рот подключаешь дополнительный такой синхронософ в конце. То есть вот нос уже ты не можешь, и вдох. И начали. То, что да, хочется. То, что хочется. Вот ты хорошо себя слышишь. У тебя есть чувство слышать себя. А люди как привыкли? По шаблону. Вот некоторые сейчас возьмут даже вот в данном случае, даже в данном случае, ну, посмотрят на тебя и подумают, что именно только так надо делать. А на самом деле это твое индивидуальное, и, короче, мы с тобой как раз таки вместе и показываем, и рассказываем, и я комментирую для того, чтобы они подбирали свои варианты. Кому лыжник подходит, а кому подходит шалтай-болтай, а кому плавание подходит. Чтобы они подбирали свои варианты, как это делать. И каждое упражнение тоже свой вариант. Например, лыжника можно вот так делать, а можно чаще делать, а можно медленнее. У меня был случай, когда один человек шалтай-болтай делал, а потом говорит, слушай, а можно чаще делать? Я говорю, можно. Он как начал делать изо всех сил, а он страдал страхом. Да-да, изо всех сил как начал, а я сидел-сидел, смотрел на него и говорю, слушай, ты случайно барабанщиком не был? Он говорит, так я же барабанщик. А я говорю, и как давно ты не играешь на барабане? Он говорит, лет 20. А я говорю, а как у тебя болезнь невротизация твоя пошла, паник дошла, сколько времени? Лет 18. Я говорю, а почему ты не играешь? Ну, на барабане у него работа поменялась. А он, оказывается, когда на барабане там, как это называется, ояривал, да, а у него все уходило в сторону, он там был свободен, у него темперамент такой. А тут его в жизни по-другому заставляют жить, да, ну, условия такие. И вот, когда он делал шалтай-балтай, вдруг он почувствовал, как ему надо делать, ему лично, и как он пошел это делать, и я понял, что ему энергия, и он начал делать этого, своего шалтай-балтай именно в таком активном состоянии. И смотрю там через недельку-две, он мне говорит, слушай, страхи пропали, все пропало, стало так замечательно. Я говорю, вот, видишь, поэтому ты и был барабанщик. То есть у нас есть по существу даже профили такие, выборы деятельности, чтобы люди открывали свои способности, свое предназначение, и эти упражнения им помогают понимать, кто бы он был. Или дирижер упражнения у нас есть, или покачивание, ну, там разные такие, ты знаешь. Вот я хочу заметить фортепиано, фортепиано, если руку вести плавно, вверху-вниз, вот, опускать медленно, поднимать, то на самом деле это сложное упражнение. Пальцы очень хорошо начинают работать. Это сложное упражнение. Максимальное сосредоточение, чтобы медленно делать. И ты невольно выходишь, когда переходишь в пик сосредоточения, на автомат, уже рука сама. Так что, если рукой так поиграть, поискать гармонию. Я немножко на фортепианох играю, немножко на фортепиано, и поэтому мне это праздник. А ты знаешь, что там холодный разогрев был, там холодный разогрев был, в Харкове, там, значит, учили лыжника делать по-другому. Они просто взяли и говорили, делайте лыжника, но они не лыжник назвали, они не знали, что мы это давно придумали. Они вот так учили, как правильно делать руки, как правильно приседать, как вот так делать, и учили каждой детали, как делать. А я им там написал, слушайте, возьмите, это Харьковская школа, там мальчик вылечился от многих проблем, ДЦП повел вес, и стал большим музыкантом, за счет того, что он делал вот эти упражнения. И они стали учить этому упражнению, там всех. Но при этом внимание, внимание направляли не на то, чтобы делать как тебе легче, что проще, что проще, а именно как надо делать. И это затрудняет, это затрудняет процесс сброса напряжения и выход на творческое состояние. Так если бы они объяснили, что думай не о том, как делать, а делай так, как тебе удобнее, и ты найдешь свой вариант. И многие быстрее бы обучались. Ну, конечно, конечно. Надо подбирать свои приемы. В этом и заключается индивидуальный подход. Поэтому мы и говорим, подбери ключ себе. А сам процесс подбора, если вы оставите поисковую активность мозга? Если подходить с технической стороны, то есть упражнения лыжники или любого другого элемента спортивного движения, в этом, конечно, есть смысл свой определенный. Вот для молодых ребят, девочек, в этом есть смысл свой. То есть само упражнение, оно несет смысл медленно выполнять, моделировать, зачем, почему, руку назад во время отводить. То есть есть смысл в этом. Вот этот смысл концентрации. И когда уже в жизни эта уже техника, уже осознаешь, как ее применить, и вот здесь уже еще более включаются вот эти вот чувства, вот эти вот прям в момент занятия синхродигнастикой. Вот эта концентрация, которую ты, Артур, сейчас сказал, очень важный момент. Я хочу пояснить для всех нашей школы человек будущего Хоба Патруль, что в принципе, когда мы моделируем, как Артур сказал, моделирование, то есть берешь какое-то действие, которое тебе надо выучить, научиться, допустим, те же лыжи там, или там рисование, или что-то, ты просто берешь как-то, моделируешь за счет очень медленного воспроизводства этого движения, сознательного. Ну, сейчас говорят осознанное, осознанное, да? Да, и вот ты вот берешь кисточку и вот так делаешь, 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 а ты в этот момент, когда ты делаешь это очень медленно, моделируешь, ну, то есть по существу и в жизни, когда ты много раз повторяешь это действие, у тебя навык вырабатывается, и потом ты делаешь на автомате. А ты можешь время, время выработки навыков сократить за счет того, что ты моделируешь это осознанно, очень медленно делаешь, как Артур сказал, и ты в этот момент входишь в это состояние легкого транса. Да, голова освобождается, а потом ты в следующий раз это делаешь легко и свободно. То же самое и в лыжах, то же самое и в плавании, и в беге на коньках, и в танцы, как Артур сказал, моделируй, то есть медленно делать, медленно, очень медленно, а это большая концентрация внимания, то есть когда ты максимально концентрируешься, в какой-то момент открывается другой уровень восприятия вещей, и все идет уже на автомате. Ну, то же самое бывает, либо ты в ритм бега вошел и бежишь на автомате, и голова освобождается, а если не вошел, напряжение растет, растет до максимума, и тогда ты максимально сосредотачиваешься, чтобы преодолеть, ты же все силы собираешь и ума, и чувства, и тело, и преодолеваешь, а потом идет легко на автомате, говорят, второе дыхание, но дыхание тут только приспосабливается, на самом деле это вот переход от максимального сосредоточения к легкости выполнения, это универсальный закон, преодоление пика напряжения, а в данном случае... Перед соревнованиями, Хасай, перед соревнованиями, когда нужно было вес сбросить, там, 4-5 килограммов, как я делал, я просто сходился на лавочку, обходил в спокойное место и начинал моделировать, как у меня начинается разминка, как начинается первый подход, второй подход, и я моделирую третий подход, потом следующее движение, второе, тоже три подхода моделирую. То есть ты в умеете? Третье движение. Нет, в умеете. Да, 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 я моделирую, вижу картинки, как все у меня происходит, и я горю, потом бегу в туалет, все, меня становлюсь на весы, а у меня уже нету 2 килограмма. Артур, я тебя обнимаю, я тебя обнимаю, до встречи, давай еще раз, в следующий раз встретимся, да? Мы такую пользу всем приносим, которые сейчас в основном на изоляции, на карантине, одновременно развивают и творческие качества, потому что сам подбор этих приемов, когда человек смотрит на разные приемы и начинает понимать, как их подбирать себе, у него развивается воображение и творческое мышление. Так он после карантина выйдет, и уже с новыми качествами, с новыми способностями, будет... Обнимаю, Артур. И всем друзьям школы и человек будущего Homo Futurus, привет! Мы с Артуром вам передаем этот привет и пожелание быть здоровыми и счастливыми, потому что, когда вы будете подбирать эти разные приемы по психогимнастике, по методу Ключ, да-да-да, и Артур, такой авторитет у нас, и мы его любим, уважаем, и такой здоровый парень. Слушай, ну, это великолепно. Ждите, мы будем сделать следующую встречу. Да, и как говорят сейчас по моде или по необходимости, ставьте лайки там и пишите комменты, чтобы продвигать нашу школу вместе с нашим YouTube-каналом, и тогда мы увидимся еще в следующий раз. Давайте, до встречи, друзья! Друзья, всем хорошего настроения, до встречи!